Большинство городов Югры появились на свет благодаря нефти. Именно открытие и разработка богатейших месторождений углеводородов дали новый импульс развитию местных населенных пунктов. И в списке этих городов на первом месте должен стоять город первой югорской нефти. При всем уважении к размеру и богатствам других месторождений с Шаима всегда будет вестись нефтяная история нашего края. И наш сегодняшний рассказ об Урае, городе легендарной шаимской нефти. Поиски черного золота в окрестностях современного Урая начали вести сразу же после Великой Отечественной войны в 1947 году. Но лишь спустя 10 лет в Шаимской тайге был выявлен перспективный нефтяной бассейн. Поздней осенью 1958 года партия разведчиков отправилась сюда для проведения сейсмической съемки. На борту баржи, которую буксир притащил уже по застывающей конде, находилось 70 человек, а также караван из 8 тракторов, 10 балков и двух сейсмостанций. К месту высадки плыли 12 дней. Первопроходцы работали в лютую стужу, чтобы преодолеть болото и непролазную тайгу. Морозы доходили до отметки в минус 57 градусов. И вот свершилось. В конце сентября 1959 года Мулымьинская поисковая скважина вблизи села Шаим дала приток нефти дебетом около одной тонны в сутки, что и стало предвестником открытия промышленных запасов нефти. Нашей съемочной группе повезло, удалось пообщаться с непосредственным участником этих событий Иваном Петровичем Шостаковым. Житель Урая, фронтовик, ударник коммунистического труда, даже спустя полвека в мельчайших подробностях помнит день, открывший эру промышленного освоения нефтяных запасов Югры. Пробурили, как говорится, колонну спускали, цементировали, все. А те, кто, как говорится, пробурили, все сделали, подготовили. Как обычно, там надо колонну, хантанную арматуру, все поставить. И нас с Бухариным, Петей, оставили дежурить, все втомились, как говорится. И в час где-то или в двенадцать захрапела скважина. Такой храп, как говорится. И переливать раствор, выливать денег. В четыре часа, как фукнуло, столб нефти вылетел. Метра пять, наверное, высотой такой. С этого столба и начинается нефтяная история нашего края. До начала освоения Самотлора оставалось еще 10 лет, чуть больше до открытия Федоровского месторождения. Поэтому при всем уважении к размерам этих нефтепромыслов, почетное звание «Первые среди равных» без сомнения принадлежит уральским нефтяникам. Таким, как Иван Шестаков. Именем которого, к слову, названа одна из центральных улиц Урая. Пример так называемой «живой истории». Прикоснуться к которой в прямом смысле этого слова сегодня можно в Уральском культурно-историческом комплексе. Ему нет и двух лет, но за эти годы удалось создать по-настоящему интересное место, 25 выставок которого хранят более чем 27 тысяч экспонатов. Здесь бережно берегут следы становления города на берегах Канды. А еще ведут активные исследовательские работы. Благо белых пятен в жизни Урая хватает. Например, до сих пор неизвестна точная дата основания населенного пункта. Да-да, историки по сей день спорят, какой же год вписывать в свидетельство о рождении города. На самом деле есть такие данные, что Ураль существует с 1922 года. Но здесь опять же но. Дело в том, что в фонде музея «История города Ураль» хранится документ, личное дело товарища Вискунова. Так вот, там сказано, что он в Урае работает колхозникам с 19-го года. То есть 22-й год основан на воспоминаниях людей. Таких людей, опять же, не указано. Поэтому вот официально мы, конечно, считаем пока 22-й год. Люди жили здесь, был рыболовецкий, рыболовецкая артель имени декабристов. До присвоения статусу города рыболовецкая артель переросла в колхоз имени декабристов. Вообще же краеведы уверены, цивилизация в здешних краях была задолго до основания рыболовецкой артели имени декабристов. Где-то в окрестностях современного Урая находится исторический памятник, городище Картауш, столица Кандинского княжества. Упоминается он еще в письменах 16-17 веков и легендах. Историки ведущих университетов России ведут здесь поиски и докопались даже до памятников археологии возрастом 8 тысяч лет. Результаты раскопок можно увидеть в музее культурно-исторического комплекса. И не просто увидеть, а самому поучаствовать в археологическом действии. А еще примерить на себя роль гончара. Или сплести узор кандинских манси на реплике ткацкого станка. Миссия нового культурного объекта Урая как раз состоит в том, чтобы люди воспринимали музей не как место для разового посещения, а возвращались сюда снова и снова. Музей сегодня должен создавать впечатление посетителя. И это впечатление складывается из всего. Из того, в какой цвет оформлено пространство, из того, какой интерактив здесь присутствует, из того, каким образом он взаимодействует с экспонатами. То есть тенденция сейчас переходить от закрытых витрин к открытым витринам. Но, конечно, не огульно все можно трогать руками, но где-то использовать реплики, где-то можно себя почувствовать в роли ремесленника прошлого периода времени. А еще музейщики хотят выйти за пределы своего современного, просторного, но все же не безграничного здания. В задумках строительство полноценного городища эпохи средних веков. В помощь энтузиастам должен выступить принятый недавно в Югре закон о креативных индустриях. Проект Алексея Примака отлично ложится в канву деятельности нового нормативного акта. Мы хотим создать историко-развлекательный комплекс «Большой Картауж». Воссоздать крепость периода Кандинского княжества. Это позднее Средневековье, где мы сможем проводить реконструкцию событий, штурма Картаужа, где мы сможем развивать гончарное дело, гончарный бренд на территории города. Где мы будем воссоздавать амуницию и орудия воинов, которые проживали на этой местности. А вокруг этой крепости будет уникальный развлекательный комплекс, который сделает нашу жизнь в городе еще хотя бы чуточку интересней и привлекет сюда дополнительный туристский поток. Конечно же, замечательно, что активные горожане решают, как сделать Урай в том числе и туристически привлекательным. Интересный и важный путь развития городской экономики. Пока же эта экономика существенно завязана на ТЭК. По сути, Урай является моногородом, живет и развивается при помощи нефтяников. На долю непосредственно нефтегазодобывающей отрасли приходится чуть более 40% объемов промышленного производства муниципалитета. Еще 30% – обрабатывающая отрасль. Но опять же, полностью завязанная на нуждах городообразующего предприятия «Урайнефтегаза». Производство нефтепродуктов, металлических изделий и ремонт машин – все это потребности дочки Лукойла. А потому «Урайнефтегаз» – лидер и в инвестиционной политике, и в социально-экономической сфере города. Работники компании и смежных производств приносят в казну «Урая» деньги напрямую через НДФЛ и косвенно, оставляя зарплату в магазинах, салонах красоты и фитнес-центрах местных предпринимателей. Музыка 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 Бюджет в 3,5 миллиарда рублей, позволяет «Ураю» уверенно решать основные задачи, стоящие перед городскими властями. При этом в вопросах градоуправления без нефтянников тоже не обходятся. Более 10 лет город возглавляют выходцы из градообразующего предприятия «Урайнефтегаза». Павел Кукушкин, Алексей Забазлаев, Анатолий Иванов и нынешний мэр Тимур Закирзянов у всех в трудовых книжках значится работа в ТЭК. Стоит отметить, что должность главы города для некоторых из них стала ступенью карьерного роста. Тот же Алексей Забазлаев дорос до уровня вице-губернатора. Нынешний градоначальник тоже со временем вполне может воспользоваться этим социальным лифтом. Не зря же у него за плечами полуфинал конкурса «Лидеры России». Пока же все его мысли о том, как сделать «Урай» еще более удобным и привлекательным для жизни горожан. Глава города я молодой, недавно полгода отметил. А в компании «Лукол» я отработал четверть века. И поэтому для меня слово «нефтяник», оно, знаете, пока гораздо более родное, чем слово «муниципальный служащий». И что хочется сказать, вот этот опыт работы в компании, это понимание того, что сегодня происходит, какие процессы есть в «нефтянке». И того, что сегодня нужно муниципалитету, оно дает как раз для себя осознание, что можно сделать вместе, что мы должны делать сами. В чем нам возможно договориться с той же «нефтянкой», а где их возможности в чем-то могут быть ограничены. Из первоочередных задач, которые городская власть ставит перед собой, особняком выделяется решение проблемы ветхого жилья. Город, к счастью, лишен такой достопримечательности, как Болочный фонд. Но при этом, учитывая возраст населенного пункта, а Урай – один из самых взрослых городов Югры, здесь еще есть деревяшки, справившие полувековой юбилей. Этот вызов муниципалитет принимает достойно, разработав проект волнового сноса, чтобы стирать с лица города пережиток прошлого не точечно, а площадями. При этом, убирая старый микрорайон, Урай получает не пустырь, а место новой застройки с уже готовыми инженерными сетями и прочей инфраструктурой. Это позволяет жителям получать новые квартиры вместо старых в ставшем уже родным районе города. Отличный подход. Как подтверждение правильности выбранного пути – значительная активизация жилищного строительства. Только за 2019 год в городе появилось без малого 21 тысяча квадратных метров жилья, из которых на долю многоквартирных домов пришлось 12 тысяч квадратов. Еще почти 6 тысяч метров взяли на себя частные дома. Как раз в той комплексной программе сноса мы учитываем общую потребность жителей и смотрим для того, чтобы нам полностью выйти на этот результат, когда мы последний деревянный дом снесем, сколько нам понадобится времени, сколько понадобится средств. А это как раз зависит от наличия свободных мест для застройки, возможностей застройщика и финансирования из округа. То есть вот такая вот многогранная программа, которую мы сегодня пытаемся реализовать. Не менее многогранной является и задача по повышению инвестиционной привлекательности муниципалитета. Уже сейчас нельзя не отметить настоящий прорыв в этом направлении. Шутка ли, за 2019 год объем инвестиций в основной капитал Урая составил свыше 4 миллиардов рублей. Рост за год – 283,5%. И это без учета субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории города реализовано 6 крупных инвестиционных проектов емкостью 180 миллионов рублей. Создано несколько десятков новых рабочих мест. Бюджетный эффект составил 19,5 миллионов рублей. Здесь тоже не обошлось без нефтяных партнеров. Культурно-исторический центр, крытый каток, ряд других объектов появились на карте Урая при непосредственном участии дочки Лукойла – компания «Урайнефтегаз». Настоящим подарком внешнему виду города стала художественная инсталляция. Неприглядный серый забор, отделяющий гаражный кооператив от жилых микрорайонов, превратился в полноценный культурный объект. «Урайнефтегаз» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В год производства способны Выполнять 4 сотни заказов На любой вкус От тумбочки до кухни Бизнесмен с партнерами Постоянно ищут пути развития Например, в прошлом году Приобрел столярное оборудование Для изготовления мебельных фасадов Из натурального дерева Сегодня компания Игоря Мунырева Дает работу полутора десяткам горожан Но сам предприниматель уверен Это не предел Проблем нет У нас одна проблема У нас сейчас начинается кадровый голод У нас нет людей, нет специалистов. Их практически нет ни в какой сфере. А в нашей сфере, в лесной, в деревообработке, в столярном их просто вообще нет. Даже училища перестают готовить таких специалистов. Поэтому кадровый голод он есть. Составить конкуренцию топливно-энергетической сфере на рынке труда пытается и начинающий предприниматель Мария Рут. При этом ее бизнес дает работу преимущественно девушкам. Мария – дизайнер одежды. Кроме пошива платьев и сценических костюмов, ее студия занимается изготовлением вышивки, в том числе сувенирной направленности. Вообще, вышить в этой мастерской могут все, что угодно. Логотип компании, эмблему байкерского клуба, пожелание имениннику. Конкуренции Маша не боится. Уверена, даже в таком небольшом городе, как Урай, всегда найдет клиентов. Тем более, что ее фирма предлагает горожанам зачастую эксклюзивные модели, которые в масс-маркетах не купить. Да, у нас очень творческий бизнес. Очень часто даже приходится вникать вообще в тематику костюма. И мы часто шьем костюмы для наших урайских театралов. И невозможно нарисовать костюм, пока не прочитаешь пьесу. Вот, поэтому они меня так еще немножко постоянно держат в тонусе в плане российской литературы. Всегда приходится что-то прочитать и понять характер персонажа, и только потом возможно что-то нарисовать. Бизнес это не только торговля или производство каких-либо товаров. Зачастую основой для собственного дела может стать потребность людей быть здоровыми, быть красивыми. Именно в желании людей, на желании людей стать лучше построен бизнес урайчанки Натальи Чикчеевой. Наталья в спорте с детства. Имеет разряд кандидата в мастера спорта по плаванию. Когда-то увлеклась моржеванием и даже доплыла до звания чемпионки мира по зимнему плаванию. Тогда и поняла, что увлечение спортом нужно превращать не только в хобби, но и в профессию. И теперь зарабатывает на жизнь тренировками для всех желающих. В расписании ее фитнес-центра с романтическим названием «Крылья», «Хот Айрон», «Стретчинг», «Танец Живота» и даже студия «Капуэйро». Кроме того, Наталья помогает урайчанам с программами правильного питания и продвигает основы построения идеального тела. В общем, без дела не сидит ни дня, а потому и выглядит на все 100%. Зарабатывать на жизнь тренировками можно. Просто когда ты занимаешься, когда это для тебя интересно, но назвать в полной мере это бизнесом в маленьком городе очень сложно. Я бы назвала это социальным предпринимательством. В данный момент я закончила школу социального предпринимательства, то есть какие-то навыки имею. Спортивная-оздоровительная деятельность, она входит как раз в этот перечень направлений. Поэтому в большей степени мы оздоравливаем людей, приобщаем их к спорту. Вот в данный период как раз я открыла некоммерческую организацию. Хочу развиваться именно в социальном направлении, то есть проводить занятия по реабилитации и оздоровлению для социально незащищенных слоев населения, для пенсионеров, для детей с ОВЗ. Ну, как бы перспектива, планы такие. Урай вполне можно назвать труднодоступным городом. Это действительно так. Добраться сюда можно либо авиацией, либо по автотрассе не самого лучшего качества. А до ближайшей железной дороги и вовсе более 120 километров. Тем интереснее наблюдать здесь вот такой памятник-паровоз серии L. Такие когда-то водили поезда по железным дорогам Советского Союза. Откуда же связь между Ураем и железнодорожным транспортом? Все очень просто. Это отличительная черта всех так называемых лукоиловских городов. И из всех лукоиловских городов Урай, пожалуй, самый труднодоступный. Что, впрочем, не мешает ему динамично развиваться. При этом именно автодорога, качественная на восток округа, а также новая на юг и далее на Тюмень – главная мечта всех горожан. Транспортная артерия позволила бы по-новому раскрутить экономику города, активизировать местный бизнес, поднять на новый уровень товарооборот, активно развивать такую сферу, как туризм. Благо, креативных людей и креативных идей в Урае предостаточно. Сегодня муниципалитет, как и 60 лет назад, в дни начала освоения шаимской нефти, стоит на старте нового пути. Будем надеяться доброго. Субтитры создавал DimaTorzok